Люди всегда стремились исследовать незнакомые им земли и культуры. Однако есть остров с одним племенем, который никто не смеет или не имеет права посещать. Эти люди живут в полной изоляции, поэтому не обязаны себя защищать любыми способами. Если ты приблизишься к ним хоть немного, то они смогут тебя убить. Это Северный Сентинельский остров, который является одним из Андаманских островов, расположенных в Индийском океане. Его запрещено посещать из-за враждебного племени Сентинельцев, которые там обитают. Это племя всячески старается держаться поодаль от цивилизации и агрессивно атакует любого, кто посмеет приблизиться к их владениям. Однако посещение этого места может быть опасным не только для любознательных путешественников. Островитяне не защищены от современных болезней, поэтому контакт с людьми извне может уничтожить все племя. Первую и, вероятно, единственную дружескую попытку наладить контакт с племени предпринял ученый-пандит в 1991 году. Однако вскоре после этой экспедиции чиновники решили прекратить другие миссии на остров. Они пришли к выводу, что племя здорово и процветает без вмешательства людей в современной цивилизации. Еще несколько раз малоизвестный народ побеспокоили после цунами, которое случилось в Индийском океане в 2004 году. Но и тогда официальные лица пришли к тому, что с племенем все хорошо. Сентинельцы живут так, как будто на дворе по-прежнему каменный век, но они делают наконечники для стрел из металла и используют его во многих других поделках и инструментах. Племя, вероятно, поселилось на острове около 60 тысяч лет назад. Островитяне являются прямыми потомками первых людей, решивших покинуть пределы Африки. Люди, живущие на острове Северный Сентинел, оторгают любую связь с внешним миром до тех пор, пока исследователи обнаружили их в 1700-х годах. Временем появления племени считается каменный век, и Сентинельцы до сих пор сохранили тот же уклад жизни, что и в ту эпоху. Трудно найти изображение этой местности людей, проживающих на ней, так как многие из тех, кто посещал этот остров, не возвращались обратно. Поэтому многие фотографии племени сделаны издалека. На них островитяне швыряют камнями в самолеты, пролетающие у них над головами, и в корабли дрейфующие на безопасном расстоянии. Численность населения острова по разным оценкам колеблется от 50 до 400 человек, и узнать это точнее не представляется возможным. Как и наши древние предки, сентинельцы занимаются охотой и собирательством. В их рацион входят кокосы, рыба, которые они ловят на маководье, и съедобные растения, растущие на острове. Они также едят черепахи и птиц, живущих на острове. Но обработкой земли племя не занимается вообще. В отличие от основного населения, сентинельцы выглядят не как индусы, а как представители Африки. Эта группа отличается темной кожей, небольшим ростом, около 140-150 сантиметров, и кудрявыми волосами. Если бы у меня была возможность посетить этот остров, то я бы согласился не задумываясь. Очень интересно увидеть вживую, как выглядят люди, о которых мы читали на уроках истории и видели в музеях. Если видео понравилось, то поддержи его пальцем вверх. Всем пока!